Из чего это сделано? Мы на заводе Тетропак на юге Швеции. Эта компания раньше других наладила производство современных картонных пакетов, и теперь она выпускает более 130 миллиардов пакетов в год. Эти пакеты из бумаги и пластика более шести месяцев сохраняют молоко и фруктовые соки, без использования консервантов и вне холодильника. Создание бумаги, которая удерживает жидкость, сродни волшебству. Из чего это сделано? Это район Фрови в Швеции. Территория, специально отведенная для лесной промышленности. Здесь и начинается процесс создания картона, поскольку для него нужна бумага. Много бумаги. Сейчас в 8 часов утра, и лесник Мэтс идет на работу. Я работаю в лесу всю свою жизнь. Это самая прекрасная работа в мире. Но Мэтс не только любит наблюдать за ростом деревьев. Ему еще нравится их рубить. Он один из тех, кто валит лес для производства бумаги. Но ему не приходится размахивать топором. Благодаря этой машине он может валить и заготавливать лес, сидя в комфортабельной кабине с кондиционером. Эта машина – своеобразный аналог швейцарского ножа со многими лезвиями. Она валит, обрубает и распиливает 30-ти метровое дерево менее чем за одну минуту. Сначала ствол крепко захватывается лапами. Затем моторная пила подрезает ствол, и он падает. После этого роликами протягивается вдоль манипулятора, и ветви аккуратно обрезаются. Наконец, моторная пила распиливает очищенный ствол на 4-метровые бревна, готовые для сбора. Таким образом, МЭД свалит и заготавливает 250 тонн леса каждый день. Бревна поступают на бумажную фабрику, расположенную в нескольких километрах от леса. Сначала их нужно очистить от коры. Бревна по транспортеру отправляются в огромный барабан. Он немного похож на стиральную машину, и его задача – очистить бревна от коры. Бревна бьются друг об друга, в результате кора с них снимается, а сами стволы остаются невредимы. Очищенные бревна затем измельчаются на мелкие куски стальными ножами. Следующая задача – очистить древесину от лигнина, который склеивает волокна целлюлозой между собой. Настало время принять горячую ванну. Деревянная щепа варится при температуре свыше 160 градусов Цельсия в гигантском котле. В результате волокна отделяются от целлюлозы, и вся масса превращается в золотисто-коричневую жидкость. Полученные волокна промываются и складываются в огромных резервуарах. Древесина превратилась в древесную массу – пульпу, которую осталось только превратить в бумагу. Сначала пульпу распыляют на огромном подвижном сите, при этом вода стекает, а волокна сцепляются друг с другом. Получается грубая коричневая бумага, идеально подходящая для картонных коробок или бумажных продуктовых пакетов, но не для картонной упаковки. Не хватает слоя белой бумаги. В другом цехе небольшую часть коричневой пульпы отбеливают. Белая пульпа затем распыляется поверх коричневой, и так как они обе все еще влажные, они хорошо склеиваются друг с другом. Этот аккуратный двухтонный сэндвич из коричневых и белых волокон проходит между горячими цилиндрами сушильно-меловальной машины длиной 220 метров. Этот агрегат настолько огромен, что рабочие фабрики передвигаются вдоль него на самокатах. Наконец, рулоны облагороженной бумаги разрезаются на части, которые и отправятся в город Лунд, на фабрику Тетропак. Человеку трудно поднять эти массивные бумажные рулоны. Так что для этого используются роботы. Бумага загружена, валики с рисунком вставлены, можно начинать печать. Одновременно с печатью на бумаге выдавливаются линии сгиба, по которым будут складываться пакеты. Но сначала поверхность бумаги уплотняется горячим расплавленным полиэтиленом. Снаружи слой покрытия фиксируют краску, а внутренние стороны упаковки покрываются в три слоя для защиты содержимого. После отделки рулоны разрезаются по ширине, после чего из них можно складывать пакеты. Но перед этим стерилизуют жидкость для их заполнения, в нашем случае молоко. Ежедневно на молочном комбинате «Арла Фудс» в Стокгольме более миллиона литров молока заливаются в гигантские баки через стерилизационные трубы. Из одного бака выходят 125 тысяч литровых пакетов молока. Когда молоко и упаковка готовы, самое время их объединить. Сначала бумага сворачивается в трубку. Затем вдавливается донышко и склеивается под струей горячего воздуха. В то же время внутрь заливается молоко. Когда столб молока доходит до верха, трубу сгибают в форме пакета. В конце концов, верхний край обгибается и приклеивается, герметично запечатывая молоко внутри пакета. После быстрой холодной стерилизации пакеты молока с невероятной скоростью скатываются на линию производства. И это правильно, ведь каждый день мы выпиваем их по 286 миллионов штук. Осталось только погрузить их в контейнеры и доставить в магазины и супермаркеты по всему миру. Некоторые, возможно, тоскуют по утреннему звону бутылок в корзине молочника. И все-таки в современных незатейливых упаковках молоко сохраняется лучше и дольше, чем когда-либо прежде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...